Дарить радость людям своим искусством Мария Примаченко считала это своей миссией на земле. И она щедро делилась удивительными картинами, где так ярко отразились самобытность и богатство, красок украинского народного искусства, а также талант и неповторимая индивидуальность самой художницы. Невиданные звери и птицы, удивительные цветы Мария Примаченко создала свою фантастическую вселенную. Искусствоведы даже термин придумали – примаченковский космос. Она родилась сто лет назад в тихом глухом полесском селе Болотня. Уже в 1937 году стала известной на весь мир, когда на всемирной выставке в Париже получила золотую медаль. С тех пор Мария Примаченко считается одной из самых ярких звезд наивного искусства не только Украины, но и всего мира. Сам Пабло Пикассо сказал о ней «Я склоняюсь перед этим чудо-искусством гениальной украинки». Запорожский художественный музей начал собирать работы художницы с момента своего основания. «Мы получили две работы. Когда мы их увидели, нам Министерство культуры передало, все захотели иметь большую коллекцию. Поэтому на протяжении практически… Вот мы последний раз были у Марии Аксентьевны в 1996 году, она в 1997 умерла. Поэтому мы очень тесно с ней сотрудничали». С тех пор в коллекции более 70 ее работ, а также полотна сына Федора и внуков. Они пошли по стопам мамы и бабушки. Запорожская коллекция считается лучшей в Украине, не считая столичных музеев. Чем особенно здесь гордятся? О коллекции знают в киевских художественных и научных кругах. Издательство «Родовит» тоже о ней знали и сами предложили сотрудничество. «В ноябре, когда был открыт год Марии Примаченко в Киевской галерее «Лавра», я общалась с киевлянами, о нашей коллекции знают, оказывается, и очень высоко оценивают эту коллекцию. Поэтому вот издательство «Родовит», зная, что у нас есть работы, они сами обратились к нам несколько лет тому назад, приехали, отсняли. Этот материал долго лежал, довольно долго мы работали, но вот как-то так оно сдвинулось, как раз, кстати, к столетию мы теперь имеем альбом». На сегодняшней презентации сотрудники музея и гости рассказывали о своих встречах с этой удивительной женщиной. Жаль, что пока посетители не могут увидеть эту коллекцию, здесь продолжается ремонт. Но директор Галина Борисова заверила, как только он закончится, в музее откроется большая выставка работ Марии Примаченко. Чтобы усилий народ, чтобы усилий народ.